Всем привет! Название самого древнего города в мире есть несколько претендентов. Это российский город Дербент, расположенный в Сирии Дамаск, иранские города Сузы, Библас и Алеппо. Все они пронесли через тысячелетия память о предках, но всех их старше город Иерихон, который расположен в Сирии. Две тысячи лет назад до нашей эры, вот время, в котором на месте, где находится современный Иерихон, поселились первые жители, и с тех пор проживали тут постоянно. Этот город примечателен не только своим возрастом, Иерихон на 250 метров находится ниже уровня моря. Ни один город на земле не расположен больше так низко. Самый древний город в мире находится в оазисе, расположенном в 10 километрах от Мертвого моря и в получасе езды от Иерусалима. В прошлом здесь выращивали растения, которые обладали приятным запахом. Именно это занятие определило название города. В переводе с древнего иврита название города звучит как «благоухание». Археологи нашли здесь древнюю посуду, остатки стен, остатки фундаментов домов. В общей сложности исследователям удалось откопать 23 пласта ушедших цивилизаций. Один из них открыл нам жизнь людей, еще не знавших железа. Когда пали иерихонские стены, израилетяне ушли из города, не взяв с собой ничего. Многие годы город был предан забвению. А когда же городом овладели римляне, город обрел вторую жизнь. Снова появились дома, началась новая эпоха экономического развития. Во времена Римской империи царица Египетская получила город в подарок. После нее городом-оазисом стал править Ирод Великий. Благоприятный климат этого места сподвиг Ирода на строительство прекрасного зимнего дворца. По тем временам город обладал колоссальными размерами. Он простирался на 17 гектар. Для защиты от вражеского нападения и наводнений был возведен вал. В последующем этот вал уступил место оборонительным стенам. Ярчайшей изюминкой, которую прятал самый древний город в мире, стали руины дворцов Эль-Валида. Этот арабский правитель построил его в 747-749 годах. И если же идти на восток от Иерихона, можно обнаружить огромный дворец. Это воплощение иллинского влияния. Хасманийский дворец был резиденцией местных правителей. По его коридорам некогда ходил сам царь Ирод. Кроме приемного зала, комнаты римских бань, здесь обнаружили бассейн, в котором было совершено убийство 18-летнего верховного священника Аристабулоса. А если же двигаться в северо-западном направлении от города, то можно увидеть гору Соблазна. Именно здесь поселился Иисус после того, как был крещен Иоанном Крестителем. В Новом Завете есть упоминание о том, что Иисус посещал Иерихон не единожды. Здесь обрели зрение двое слепых. Еще одна достопримечательность, к сожалению, которую разрушила землетрясение – это дворец Хишима. Он был построен в 724 году. Сейчас на месте некогда великолепного сооружения осталась восхитительно напольная мозаика с изображением охоты на зверей.